Времена меняются, а изразцовая печь в кабинете главврача уже почти век стоит нетронутой. Александр Петрович не устает восхищаться главной достопримечательностью здания на Комсомольской 133. Посмотрите, вот удивительно, смотрите, какие переливания цветов, да, цвета, какие переходят одно в другой цвет, да. Это здание с 1938 года отведено подкожно-венерологическую службу. Во время Великой Отечественной здесь расположился госпиталь. За долгие годы здание что только не пережило, в том числе и не один ремонт, а печь как новенькая. Ну, просто удивляюсь, что-то она стоит сколько лет, да, и, ну, никаких совершенно изменений. Плитка как была, так и есть. По словам Александра Гоголева, чтобы снять слепки с красавицы печи, сюда приезжали даже специалисты из Петербурга. Да и предложения купить печь поступали неоднократно. Но главврач всеми силами отстаивает историческую ценность. И при капитальном ремонте зорко следил, чтобы изразцовую красоту не повредили. Что касается самой истории здания, версии есть разные. Предположительно, да. Ну, это дом был купца Маркова. Потому что это здесь было, это тоже старинное здание, наш мелькомбинат. Ну, предположительно, здесь была любовница этого Маркова. Но это по слухам. У краеведов есть хоть и не многочисленные, но исторические факты. Дом принадлежал купцу Буркову. Петр Иванович Бурков, мелькесский купец, довольно известный и успешный. Он входил в состав комитета по промысловым налогам. И вот это мы видим в памятной книге Самарской губернии на 1912 год. А вот подробных сведений о том, откуда эта печь и какого года, само здание в фондах музея, к сожалению, нет. Бесспорно лишь то, что и дом, и печь имеют неоспоримую историческую ценность для города. Татьяна Ирисеева, Виталий Немов, Новости Димитровграда.